Пять золотых медалей из десяти. Триумфом борцов из Касавюрта в Каспийске завершился традиционный турнир памяти Али-Алиева. Соревнования в честь пятикратного чемпиона мира проводятся в 52-й раз. За награды и денежные призы боролись около 200 спортсменов из пяти стран. Тему продолжит Курбан Рагимов. Азарт, напряжение и крики болельщиков. Это финал в полутяжелой категории. К восторгу трибун 19-летний махачкалинец Магмед Расул Мутаев ведет счет его вице-чемпиона России Шамиля Мусаева. Однако во втором периоде более опытный мастер-международник из Касавюрта сумел перехватить инициативу. Сенсации не произошло. Впервые выигрывал. Я уже 23 раз боролся. Никак не удавалось выиграть. И вот неужели наконец это совершилось. Турнир не такой, прям уже хороший был в этом году. Меньше состава было. Но все равно имя есть у турнира. Я молодой, да, но кровь кипит у него нормальная. Его тоже можно поймать. Он тоже вышел так же, как и я, бороться. Но, видимо, энергии побольше у него, чем у меня. Можешь сказать, ты на опыте выигрался? Наверное, да. Так как я старший и больше в борьбе, наверное, по этому. Помимо Шамиля Мусаева, медали высшей пробы в северную столицу республики увезли братья Муса и Муслим Мехтихановы, Рамазан Ферзалиев и Аманулага Джимагомедов. Для каждого из них триумф на Алиевском – одно из самых высоких достижений во взрослой борьбе. Турнир имеет богатую историю. В этом году побороться за награды и денежные премии приехали представители только пяти стран. Но, несмотря на это, болельщикам есть на кого посмотреть. Торжественное открытие соревнований посетил глава региона Сергей Меликов и другие представители органов власти, а также близкие родственники Али Алиева. Организаторы уверены, для дагестанской молодежи участие в мемориале пятикратного чемпиона мира послужит трамплином для будущих побед. Я думаю, что это неотъемлемая часть борьбы республики. Этот турнир уже на протяжении 50 с лишним лет идет и очень престижно считается стать его победителем. Мне бытность борца довелась только серебряным призером стать и бронзовым чемпионом не смог стать, но всегда было престижно. И сейчас вот даже сегодняшний турнир, хоть и гостей у нас мало, тем не менее очень интересный турнир получился. Сегодня у нас руководство республики, глава и председатель правительства посетили этот турнир. Это имеется в виду для нас очень важно. Мы рады, что они посетили. Первое золото столичным вольникам принес Касум Касумов. В финале одной из самых конкурентных категорий до 74 килограммов ему противостоял третий призер чемпионата России Магомаде Биргаджиев. Касумов с первых минут вел с минимальным преимуществом, а исход этой напряженной встречи предрешил один эпизод, где борец из школы Садулаева заработал два балла и ушел в отрыв. В оставшееся время борец в красном трико хорошо оборонялся и смог удержать преимущество. Свою победу на таком престижном турнире борец посвятил отцу. В остальных весах победы праздновали еще один махачкалинец Даурен Куруглиев, а также Мурад Евлоев из Ингушетии, осетинский вольник Заур Макеев и представляющий Краснодар Абдулла Курбанов. Золотые медалисты турнира получили по 100 тысяч рублей. Также денежные премии были предусмотрены и для их тренеров. Курбан Рагимов, Магмед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.